Девушки отдыхают Девушки отдыхают На мужчину набросился неизвестный и забрал мобильник Число преступлений растет Из подъездов многоэтажных домов пропадают велосипеды У вас уже не первый раз? У нас коляску ворвали, а потом ее вернули Почему в жизни не учат? Не учат нас Посылка не ушла Житель Алтайского края пытался отправить за границу государственные награды ветеранов Великой Отечественной войны Итак, начнем Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое случилось в Бийском районе Там муж сбил супругу, женщина сейчас в больнице Авария произошла поздно вечером О случившемся в дежурную часть сообщил очевидец Мужчина, управляя иномаркой, сбил женщину на велосипеде Как позже стало известно, участниками ДТП стали супруги Муж после случившегося скрылся в неизвестном направлении А супругу в тяжелом состоянии госпитализировали в центральную городскую больницу У нее диагностировали перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму Что это было? Случайность или преднамеренный наезд? Сейчас выясняют сотрудники ГИБДД Бийчанка приняла участие в спецоперации по похищению денег у самой себя Накануне женщине поступил звонок Девушка на том конце провода рассказала, что она является сотрудником службы безопасности банка И по словам звонящей на имя Бийчанки, неизвестные пытаются оформить кредит Но раз последняя эту информацию не подтверждает, значит, скорее всего, орудуют мошенники В скором времени вновь раздался телефонный звонок На этот раз он был от якобы правоохранителей Мужчина рассказал, что участились случаи мошенничества И в которых замешаны в том числе работники финансовых учреждений И ведомство сейчас проводит расследование Клиентку попросили помочь в разоблачении злоумышленников Для этого нужно было следовать инструкции Суть спецоперации заключалась в следующем Женщине необходимо было пройти в ближайшее отделение банка Чтобы оформить якобы дубликат кредита, который отменит займ аферистов И главное, нужно было быть всегда на связи Бийчанка все так и сделала Сняла кредитные средства в сумме четверть миллиона рублей И перевела их на счет банка-партнера Якобы для сохранения После завершения операции участники должны были отправить ей документы Подтверждающие погашение кредита Однако на связь больше никто не вышел Тогда женщина поняла, что стала марионеткой В ловко разыгранном спектакле Полицейские напоминают Будьте бдительны, учитесь на чужих ошибках И не дайте себя обмануть Бийская пенсионерка стала жертвой мошенников И потеряла больше 40 тысяч рублей Женщине никто не звонил по телефону К ней пришли домой, принесли шубу, две куртки и постельное белье Мужчина пояснил, что он является предпринимателем Закрывает свои отделы в городе И намерен вернуться домой, на родину Я говорю, да зачем, я говорю, ты что, ну благослови меня Я говорю, благословляю тебя Он потом, дай пятерку, пятерку мне, чтобы благословить Пятерка, чтобы мне ехать было получено Я подошла до столов, мне как-то там давал Да, пятитысячные А мы только пенс вчера получили, у меня 30 было Шесть пятитысячных И я при нем заскочил туда, в комнату Я открыла, так полотенце-то разворачиваю Он все, мать его, беру пятитысячную А я это заматываю Закрутил, да И вот так закрутил, говорит, убирай скорее в двери Бабушка инвалид по зрению Сразу она не поняла, сколько наличных Забрал незнакомец Когда складывала деньги на место То вместо пяти банкнот Там их оказалось немного больше Мужчина забрал пятитысячные И подложил пенсионерке Несколько купюр номиналом 50 и 100 рублей Догнать незваного гостя Женщина не успела И, как потом рассказали соседи Мужчина был не один И передвигался на черной иномарке В полиции по данному факту Уже возбудили уголовное дело По статье мошенничества В настоящее время Разыскиваются лица, совершившие преступление Уважаемые бейчане Будьте бдительны Грабеж в заречной части Бийска На мужчину набросился неизвестный И забрал мобильный телефон Все случилось на автобусной остановке Вышел девушка со своей Электронная там, не знаю Ну? Вышли бухи И хихиха, а ха Он поворачивается и увидел меня После удара телефон вылетел из рук И упал на землю В это время неизвестный начал оскорблять потерпевшего После взял телефон И вместе со своей спутницей ушел Сказав, что вернет мобильный Когда потерпевший вместе с братом Придет к нему домой Только вот куда именно приходить Не уточнил Для того, чтобы найти грабителя Мужчина обратился к правоохранителям В настоящее время проводится проверка На примете уже есть подозреваемый Парень ранее судимый И проживает недалеко от места совершенного преступления А почему поздно обратились? Ну, выпивший был Понятно День рождения вчера отмечал Ну, с днем рождения Большое всем Спасибо Еще один житель Бийска стал жертвой грабителя У молодого человека забрали наличные И несколько бутылок алкоголя В полиции уже возбудили уголовное дело Сейчас ведется расследование То есть вы вышли из магазина И вот с этими двумя парнями С которыми перешли на эту сторону дороги Тут ссора-то началась Инцидент случился в вечернее время В районе Зеленого Клина Напротив трех девяток У потерпевшего не только забрали деньги И товар, купленный в магазине Но и избили У молодого человека сотрясение головного мозга В полиции сейчас изучают записи С камер видеонаблюдения проводят оперативно-розыскные мероприятия Направленные на поиски и задержания злоумышленников Вы смотрите участок 112 Мы продолжаем Вот о чем мы расскажем дальше Неудачный поджог Мужчина хотел просто напугать детей А в итоге отправился за решетку сроком на 12 лет Число преступлений растет Из подъездов многоэтажных домов пропадают велосипеды Посылка не ушла Житель Алтайского края пытался отправить за границу Государственные награды ветеранов Великой Отечественной войны Итак, мы продолжаем В Бийске огласили приговор мужчине, который попытался убить детей Как рассказал 33-летний осужденный Он лишь хотел напугать их А в итоге едва не сжег заживо Жуткая история произошла в октябре прошлого года В ходе следствия удалось выяснить, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения Встретил свою бывшую сожительницу, которая пошла за лекарствами для заболевших детей Женщина рассказала, что трехлетний сын и 11-летняя дочь находятся одни Мужчина пришел к дому, хотел попасть внутрь, но дверь ему никто не открыл Тогда он облил входную дверь горючей жидкостью и поджег Сам спрятался в соседнем доме, чтобы понаблюдать за происходящим со стороны Но, к счастью, детей удалось спасти И вот накануне в суде огласили приговор Мужчине назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы С отбыванием в исправительной колонии строгого режима Обвиняемый свою вину признал частично Он пояснил, что ему не было известно, что в доме находятся малолетние дети А также, что он хотел поджечь дверь, чтобы ему открыли дверь входную То есть его показания противоречат друг другу, можно так сказать Житель Алтайского края пытался отправить за границу государственные награды ветеранов Великой Отечественной войны Однако посылка до адресата не дошла Мужчина был задержан оперативниками Управления Федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю Задержанный, как уже установлено, пытался отправить 33 награды Что противоречит действующему законодательству За товар от иностранцев он получил деньги в размере 100 тысяч рублей Согласно заключению экспертов, изъятые ордена и медали относятся к культурным ценностям и имеют историческое значение Кроме того, в ходе оперативных мероприятий сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю нашли поддельника Который является коллекционером У него было обнаружено свыше трех тысяч наград с документами Предварительно установлено, что коллекции также планировали продать Так, к примеру, обнаруженный комплект наград уроженца Алтайского края, участника Великой Отечественной войны Петра Михайловича Хомутова В числе которых Орден Суворова, Орден Кутузова, Орден Отечественной войны 1 и 2 степеней Для потенциальных покупателей оценивался в сумму свыше 1 миллиона рублей В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Расследование уголовного дела продолжается Устанавливаются иные факты незаконной деятельности и причастность других лиц Сотрудники полиции регистрируют рост числа преступлений, связанных с кражей велосипедов Основная причина в том, что сами люди не всегда заботятся о сохранности своего же имущества Так, накануне из подъезда одного из домов в заречной части Бийска украли и велосипед, и самокат Да, несмотря на то, что в подъезде уже были подобные случаи, люди продолжают оставлять двухколесный транспорт на лестничной площадке Порой даже не пристегивая Итак, для того, чтобы ваш велосипед не тронули злоумышленники, необходимы надежные замки А не замочки, купленные за 20 рублей Такие ваши имущества, конечно же, не уберегут В Бийском районе неизвестные залезли в дом, принадлежащий Сбербанку Недвижимость была конфискована еще два года назад за неуплату ипотечного кредита В этом доме никто не проживает регулярно Проверить состояние имущества приезжает представитель банка В ходе очередного такого визита дверь была сорвана с петель Неизвестной личностью утащили радиаторы отопления, котел, водонагреватель, металлическую ванну, а также межкомнатные двери Найти преступников пока не удалось, но полиция работает в этом направлении При ненадлежащем воспитании и условии проживания ребенка могут забрать из семьи В Бийске проходит операция «Малыш» В ходе проводимых рейдов инспекторы проверяют условия проживания Насколько в доме чисто и прибрано Есть ли в холодильнике продукты питания Также полицейские обращают внимание на внешний вид детей и взрослых Как правило, комиссия посещает семьи, которые находятся в так называемой зоне риска И как показывают предварительные результаты, не все так хорошо, как хотелось бы Везде у вас грязно Это не дело, у вас и печка, и грязь, и вообще, ну вот дети голые, грязные, ну это не дело вообще Мамочка, ну что вы так? При выявлении фактов неблагополучия незамедлительно информируется ведомство системы профилактики Для принятия неотложных мер и устранения причин и условий, способствующих этому На сегодняшний день участники мероприятий посетили 101 семью, две из которых поставлены на учет Направлены на консультацию к наркологу пять родителей Четверым будет оказана помощь в трудоустройстве Продлится акция до 30 апреля Что ж, это все на сегодня Не нарушайте законы, тогда он всегда будет на вашей стороне Счастливо, увидимся через неделю Пока За голову! За голову! А, что происходит? За голову, за голову!